Я с Асхарбеком Алимбовичем в последнее время не связывался, я не знаю, не в курсе, где он находится. Я тоже, как и вы, через средства массовой информации, двоякая информация идет, там помощник говорит, что он выехал на лечение, в то же время ГКМБ дает опровержение, что он официально не пересекал границу. Ну, а насчет, если генпрокурор запросит, то это будет коллегиальное решение. Я не знаю, живопытный меж поддержит, не поддержит, время покажет. А вообще само возбуждение уголовного дела, как вы к нему относитесь? Есть ли там состав? Ну, сложно сказать, но я думаю, следствие должно выяснить и поставить конкретную точку. Составственный человек из-за 30 тысяч не упачкался. Нет, в этом году, оказывается, вот с Казахстана писатель, по-моему, умер, оказывается. И поэтому отменили, за 17 год отменили. Но, по идее, можно было детей или спругу пригласить, можно было вручь. Почему они так не сделали, тому тоже большой вопрос. Если присвоили, можно было отдать ему, и тогда вопрос порешили. В последний момент, вот Закиров, оказывается, принял сюда кассу, деньги сдавать, но почему-то не приняли. Это тоже большой вопрос. Если деньги вернули, почему не приняли? Мы не знаем, как идет следствие. Когда следствие идет, они же скрывают все дело. Но я думаю, потом все выяснится. В этом году, мы не знаем, что они не публиковались. Но мы не знаем, что они не хотят. Мы не знаем, что они не работали. Но они не работали в 90-х годах, и они не работали в 30 миллион долларов. В этом году, в этом году, в Иерал-Кампетте, в Тур-авасе, Закирхазе, в СМВ-дабахт, и в СМВ-дабахт. но в днюху господин, мы с вами великий ассорт. А ГКНБ официально заявила, что он не выезжал из страны. А если Генпрокуратура даст санкцию, ЖК согласится с тем, чтобы его привлечь к уголовному ответственности? В период нашего депутатства в 6-го созыва еще такого не было, чтобы Генпрокуратура обратилась бы к нам с разрешением возбудить уголовное. Пока такого не было. А вообще само уголовное дело, как Вы оцениваете? Я думаю, виновен или не виновен, будет определять суд окончательно. Насколько я знаю, долгие годы Аскара Лимбаевича, его целью похищения этих 30 тысяч долларов нет. Возможно, была бы какая-то халатность со стороны аппарата и тех ребят, которые в этом деле замечены. Но лично его желание, чтобы эти 30 тысяч долларов присвоить, не было. Он достаточно уже состоявшийся человек и как бизнесмен, и как политик. Поэтому, наверное, есть и другие подоплёнки, но я об этом не знаю. Ну и связываясь здесь, если вы в последние дни скажете? Я думаю, неделю назад у нас было заседание фракции, он присутствовал, и мы разговаривали. А, так, по телефону просто говорят, что он сейчас за границей, но ГПНГ официально дает, что он не выезжал. Если он не выезжал, значит, не выезжал он здесь. Я в последнюю неделю не созванивался. Но я думаю, в следующее заседание парламента, возможно, он появится.